Отправив всего несколько текстовых сообщений, владелица уличного кафе в Джакарте может заново заполнить все бутылки с необходимыми жидкостями – от растительного масла до жидкого мыла. 52-летняя индонезийка пользуется услугами стартапа Сиклус. Курьер на мотоцикле привозит все товары и пополняет запасы ровно настолько, насколько нужно. Практично, недорого, не нужно выходить, они приезжают к нам. Я даже могу купить четверть бутылки мыла. Продукция, которую предлагает стартап, на 20% дешевле цены на рынке, поскольку клиенты не платят за упаковку. Курьеры приезжают обычно в течение нескольких часов. Благодаря Сиклус можно заново наполнять бутылки и сократить объём пластиковых отходов. Соседи тоже так делают. Компанию в 2019 году основала 28-летняя Джейн Бон Робинау. Она говорит, что её цель – сократить использование пластика. «В Индонезии обычно собирают только 45% отходов. В небольших городах на это не выделяют средств, поэтому это недёшево. Думаю, правительство ищет решения, которые заключались бы не только в переработке». Она говорит, что индонезийцы оказались готовыми к подобной услуге. Каждую неделю клиентов становится на 15% больше. «Реакция очень хорошая. Многие говорили, что я не смогу изменить привычки людей и что индонезийцам это не нужно. Но вышло не так. Да, хорошо, что мы снизили цену. Но, думаю, индонезийцы из всех слоёв общества обеспокоены проблемой пластика». Ежегодно Индонезия производит около 7 миллионов 800 тысяч тонн пластика. Из них 4,9 миллиона тонн никак не перерабатываются.